Что такое день рождения? Что такое, когда стало 50 лет? Определимся сразу. Если бы не Господь Бог, этого бы не существовало. Вера в Него безумная дает результаты. Не веря, приговор отписан. Кто дал мне мозги? Господь Бог. Кто указал? Господь Бог. А далее сам работай. Кто дал мне недолгое, но будущее? Господь Бог. Кто определил время? Господь Бог. Я должен за это время смотаться на кубу, чтобы жить дольше. И никто не имеет права про это не говорить. Даже друзья. Что касаемо данной самой ситуации. Во-первых, я готов и всегда говорю благодарность нашему Господу Богу. Если бы он это дело не развернул, если бы он это дело не развернул, шашлыком бы уже не кушали. Попили бы там. Только благодаря ему, только благодаря Господу Богу мы живем. Я дал своему сыну восемь лет. Я хочу дать ему больше. Я знаю, как с этой хренью можно прожить дальше. То бишь, в принципе, если мы сейчас будем использовать лекарства, качественные и грамотные, я себе говорю, что я сейчас уже знаю, сколько я прожил. То есть, если я использую видотокс, когда мне это необходимо, то есть у меня просто уже есть некоторое время. Понимаете, два с половиной года уже можно жить спокойно. Естественно, мне придется туда есть. Давайте все-таки скажем благодарность Господу Богу. Так, он это и сделал. Я ничего не буду говорить, потому что есть Господь Бог. Это единственная грамотная... Мы не будем ничего говорить. Это грамотный вариант. Спасибо ему, что он есть. Давайте, мы пахнем? Да, не Бог. Слава Богу. Что-то быстро. Есть просто женщины, девушки, красивые, симпатичные, которые верят в Бога. Итак, эту волю должны знать все. Пока так. Видотокс работает по моей категории. А это глиобластома головного мозга, то есть рак мозга четвертой степени. Это примерно на два с половиной года. Дальше по новой. Ну, плюс пчелы, плюс клемастин, плюс лапирамид, плюс розовостатин. Это деньги, но не опанька. Естественно, кубок, как исключительный источник лечения. Но, к моему сожалению, не все одноклассники, не все однокашники, не все видеоинженеры дожили до 50 годков. Вечная им память. Значит, что получается? У нас в классе два человека уже ушло. У меня ушло три видеоинженера, не дожив до 47 лет. Леха, давай что-нибудь повеселее. Нет, это не сейчас. Ты же ты куда-то не в ту сторону пошел, по-моему. Это в ту сторону идет. То бишь, как бы сказать. Я не знаю, о чем идет речь. Давайте о женщинах. А я сейчас о женщинах будем говорить. Но я бы все-таки предложил это тот, за тех, кого с ними нет с нами. А у нас их хватает. И ведь так случается, что на мой юбилей пришли все мои друзья. И больше никого. Я привлекал тех, для кого я безответно и за немного работал. Не пришли, но поздравили. И вот другой вопрос. Есть несколько дней, когда я с помощью брата, с помощью Максима Смирнова готовился. Мой день рождения это не мой праздник. Это праздник всех тех, кто позволил мне жить. Это праздник моих друзей, для которых я сделал максимум. Что я не хочу пожелать, брат? На самом деле ты уже победил, да? Победил свою болезнь. И это очень большое дело, на самом деле. Но надо дальше жить, да? Как говорится, для хорошего здоровья нужна хорошая женщина. Если хочешь долго жить, нужна хорошая женщина. Так что я тебе хочу, чтобы она у тебя появилась, да? Вот. Это для здоровья. Самое главное. Хочу, чтобы ты берег свою маму, потому что ближе, чем твоя мама, на самом деле человека нет. Есть брат, есть другой брат, но ближе матери у тебя никого нет. Запомни это. И я хочу, чтобы ты к ней относился, как именно к своей маме. Всегда так. Давайте. И на самом деле я тебе хочу, я, Леха, без понтов, без конвертов, без всего, вот я в командировке, сам понимаешь. Вот я тебе дарю. Спасибо. И будь счастлив. Спасибо тебе, дорогой. Я не знаю про будущее. Леток на 19 оно смутно. Америка, как и бывший СССР, а ныне Российская Федерация, тянет конфликты на долгие годы. Поэтому состояние смутно. Но благодаря Богу нашему Всевышнему 19 мая я буду праздновать до момента суда. А он будет у всех.